Приветствую вас, Никаклай. Смотрите. Ну, во-первых, я согласен с коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем в том, что у вас обида. Есть обида на ПЦ, вот, за то, что он не поддерживал с вами отношения. Есть, вероятно, некоторое разочарование и, возможно, есть какое-то чувство вины перед ним, перед обцом за то, что вот, ну, сколько времени вы с ним не общались или наоборот, что какие-то у вас к нему претензии были, если он старенький и все такое прочее. То есть это вот такая достаточно, ну, достаточно серьезная, что ли, ситуация. Я думаю, что сначала надо разобраться в себе и понять вообще, от чего вы хотите сами. Потому что вот эти вопросы в сфере, стоит, не стоит, надо, не надо, они несколько, несколько не в ту степень. Они вообще не в ту степень, если честно. Не совсем, совершенно, совершенно не в ту степень. Потому что, что значит, стоит, да? Ну, вы взрослый человек, вы сами знаете, что стоит, что не стоит. Вопрос в том, чего вы хотите, и вопрос в том, что чему противоречит. Вот наша задача найти конфликт, найти противоречие. Ваше, как бы, что противоречит к чему. Увал. И, собственно, с этим нужно поработать. Вот, потому что это важно. Что значит, да? То есть почему вы считаете, что ваши разговоры с папой будут как-то мотивировать его нервничать? То есть, сообщить о смерти вашей мамы вы сообщили, и это нормально для вас. Ну, то есть, ничего такого в этом нет. А просто позвонить и поговорить, это уже вред его здоровью. Странно. Дальше, дальше. Чего вы хотите? От налаживания диалога с отцом. Что вам нужно? Может ли отец вам это дать? То, что вы хотите от него получить? Понимаете? Тут тоже очень важный момент. Вы с какой целью налаживаете общение? Ну, хотите наладить общение? С какой целью? С целью, например, что-то человеку дать? Или с целью, там, допустим, получить от него что-то. Если что-то получить, то лучше, наверное, не стоит как-то восстанавливать отношения. Потому что отец вам может этого не дать. Того, что вы хотите с одной стороны. С другой стороны, если вы хотите ему что-то дать, то никаких проблем нет. Ну, чтобы что-то дать, ну, надо было, это что-то было. У человека что-то появляется только тогда, когда свободная энергия. Ну, по отношению, например, конкретному человеку, да? То есть, вот, если есть то, что вы чувствуете по отношению к качеству, например. И, соответственно, очень важно, насколько, уже у вас много энергии, на что вы готовы дать. Если вы готовы что-то дать, дайте. Я подлогаю, что от этого не будет хуже. Хуже не будет никому. Вот, если вы не готовы что-то дать, если вы готовы, если вы хотите получать, то нет, не стоит. Но разобраться с тем, что вы хотите, очень важно. Вот, и когда вы сможете, во-первых, понять, что вы хотите, во-вторых, реализовать это, тогда уже и с отцом можно будет наладить отношения. Но очень может быть, что ваш отец не относится к вам в тепло, ему вообще все равно, иначе бы он с вами общался. И вам нужно себя спросить и ответить честно, готовы ли вы принять папу, который не любит вас, который не дразит вами и который не испытывает к вам серьезных чувств. Если не готовы, общайтесь. Но это будет общение по большому счету чужих людей, потому что он давно уже живет своей жизнью и между вами общего ничего нет. И здесь опять встает проблема потребностей, то есть проблема того, чего вы хотите, что вам нужно. Если с этим разобраться, если вы сможете грамотно реализовывать свои потребности, то и с отцом общаться, поскольку вы сможете, но только при условии, если будете хотеть что-то ему дать, а не получить. И так, и так, первое, это потребности ваши, второе, это то, что вы хотите для отца, и третье, это конфликт. Возможный внутренний ваш конфликт, который мешает самостоятельно решить, что вам здесь делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. И так, и сейчас смешайте. Продолжение следует...